Ну а сейчас хочу немножечко затронуть тему английского языка и тех трудностей, с которыми сталкиваются иммигранты при переезде в новую страну. Но я думаю, что не секрет ни для кого, что очень-очень часто иммигранты, переехавшие в Америку, или вообще не владеют английским языком, или говорят, но на очень низком, недостаточном уровне. И, соответственно, нужно учить язык, от этого никуда не денешься. Так вот, хочу сейчас рассказать о сложностях, с которыми я столкнулась здесь, и расскажу историю об этом. Ну, например, я делала интернет-заказ, это были кроссовки Adidas, и получилось так, что не подошли, то есть пришли, не тот размер, нужно было поменять. И вот звоню я в колл-центр, да, службу поддержки этой компании, и, значит, на линии работник, который говорит, ну, с явным акцентом. Да, не нужно забывать, что все-таки Америка это страна иммигрантов. Часто даже американцы не могут понять друг друга с первого раза, потому что даже разные штаты имеют свой акцент. Что уж говорить там о нас, по-наприехавших. Ну, например, если вы приедете в Техас, то однозначно вы услышите реально другой акцент английского, чем там, например, в том же штате Вашингтон, или вот как у нас в Колорадо. Ну, в общем, я это говорю к тому, что американцам не удивляет, когда кто-то говорит там с акцентом, а тем более, да, все это умножается на то количество иммигрантов, которые приехали в США и выучили язык уже здесь. Так вот, когда мне отвечает этот работник со службы поддержки, я прекрасно понимаю, ну, что это однозначно не коренной американец-американец, по его акценту. И вот тут возникает такая смешная ситуация. Я, да, такая со своим супер, в кавычках, конечно же, акцентом, начинаю разговаривать с ним, и он со своим акцентом. В общем, это было очень тяжелое общение, потому что, конечно же, мы имели проблемы в понимании друг друга, и я потратила, да, какие-то такие усилия на то, чтобы объяснить ему, что же произошло, что я хочу и так далее. Ну, положительным моментом является все-таки то, что мы в итоге нашли общий язык, решение, то есть проблемы, в общем, вопрос был доведен до финала. Но, вот вы знаете, общаясь с ним, в какой-то момент мне это дается тяжело, он меня там что-то переспрашивает, или он говорит, я его не понимаю. В какой-то момент вот у меня было таких вот пару минут, когда меня, во-первых, обуяла паника, раздражение, да, по поводу всего происходящего. Я думаю, ау, он меня не понимает, ужас какой, как мне здесь трудно и так далее. И вот, вы знаете, это было пару минут. После, вот, после окончания нашего диалога я положила трубку, ну, подышала, да, вдох-выдох. Минут через пять думаю, Вика, ну вот остановись, но ты же не права, да. Да, посмотри на всю ситуацию с позиции этого работника, да, который ходит, там, зарабатывает какую-то копеечку. Работа, кстати, в колл-центрах любых, это очень тяжелая работа. Во-первых, ты, опять же, сталкиваешься с разными акцентами, диалектами, понять друг друга, да, объяснить, как решить проблему. Есть иногда, там, кастомерс, да, клиенты, они не понимают каких-то, ну, простейших вещей, и ты должен, да, как-то позитивно, полай, да, уважительно это все объяснить человеку, чтобы он остался удовлетворенным разговором и, в принципе, решить его проблему. Плюс, ну, сами знаете, работа с людьми, кто-то звонит не в настроении, кто-то злится, что там он потратил деньги, ему это не подошло. Ну, в общем, причины разные, да, и вот я в той же торговле работала, я прекрасно понимаю, что общение с людьми, это очень тяжело. И вот здесь, несмотря на то, что я, получается, все это знаю, я поступила точно так же, я начала раздражаться, знаете, во мне все закипело. И потом вот после разговора я думаю, Вика, остановись, ну, ты же не права, человек ходит, зарабатывает эти деньги тяжело, ну, зачем, ну, как-то усугублять ситуацию, да, а тем более злиться, поставь, например, себя на его место. Вот ты отвечаешь на телефон, и он тут такой весь недовольный, не знаю, тем, что там кроссовки не подошли, выплескивает на тебя весь твой негатив, вот оно тебе надо? Ну, нет, правильно. И вы знаете, и вот эта мысль такая простая, которую нас учили в школе, да, что поставь себя на место другого человека, мы все это знаем, мы часто говорим, но как часто вот эту известную нам всем пословицу мы применяем для себя в жизни, правда? Ну, да, ну, и вот, знаете, вот это вот все одномоментно сложилось у меня в какую-то картину, я поставила себя на его место, и думаю, о боже, да ему там, не знаю, памятник надо поставить этому сотруднику за то, что он вот так вот продолжал там вот таким вот тоном ровным, несмотря там на мое какое-то негодование, да, как-то решать проблему и довел таки все до конца, да, вообще он огромный молодец. Да, и вот после этого, ребят, опять же, очень часто начинаю себя одергивать в каких-либо ситуациях, когда эмоции, да, берут верх, я начинаю как-то импульсивно реагировать, ну, вот тут же, да, как-то пытаюсь себя остановить и сказать, Вика, поставь себя сейчас на место другого человека, насколько ему легко общаться с тобой, понять тебя, да, и все прочее. Так что, вот такая поучительная история, ну, а теперь, опять же, возвращаясь вообще к глобальной теме, проблем с изучением английского, с адаптацией здесь, вот в новой стране без знания языка, хочу добавить следующее. Вот даже на своей собственной практике у меня были разные моменты, какие-то из них даже вот эйфория, ой, я такая молодец, могу пойти в супермаркет, я уже изъясняюсь, меня все понимают, и были точно так же очень такие тяжелые моменты, когда меня, ну, вот, катастрофически не понимал человек, я повторяю, там, это слово уже, там, медленнее, по-другому, с более правильным произношением, применяют другие слова или другие обороты, меня человек все равно не понимает, да, вот тоже такие были моменты, даже отчаяние, раздражение, даже злости, я бы так сказала. Вот через все это, ну, через все это вам придется пройти. Если вы едете в Америку не со знанием идеального английского, вот вы должны это понимать и быть готовым к таким ситуациям. Но, тем не менее, всегда помните, что можно, несмотря на все трудности адаптации, вот найти какое-то, ну, такое решение, да, просто применяйте другие фразы, вот, не стопоритесь на одном и том же. Вот с чем я столкнулась, кстати. Американцы, вот те, которые, ну, совсем американцы, жили здесь из поколения в поколение, и, в принципе, знают только свой английский язык, не были никогда в других странах или не изучали других языков, то вот у них однозначно есть одна проблема. Им трудно понять иммигрантов, все, кто говорит с акцентом, но самое главное, что когда ты у них переспрашиваешь что-то, вот он, знаете, он как стопорится, он не понимает, что нужно перефразировать, может быть, вопрос, использовать там язык жестов, другие слова или как-то выйти из ситуации. Вот он повторяет целенаправленно одно и то же 150 раз. И, вы знаете, у меня тоже был такой вот hard time, то, чтобы я сказала, такие тяжелые ситуации, когда человек произносит фразу, ну, вот как я работала клиентом, да, это была девочка-американка, она купила напиток и спрашивала у меня трубочку, да, для напитка. Но на тот момент я не знала, что это называется на английском straw. И вот она мне спрашивает, do you have straw? Ну, и я не понимаю, что, что ей надо. Я говорю, что? Она straw. Я говорю, что? И вот вместо того, да, чтобы использовать другое слово, показать там, ну, не знаю, как-то объяснить по-другому. У нее, знаете, тоже такая злость, она закипает, и она вот буквально там начала на повышенном тоне со мной такая straw, знаете, вот таким вот. Это было очень неприятно, скажу честно. Я ей с точки зрения взрослого человека сделала замечание, сказала, девочка, пожалуйста, в таком тоне со взрослыми, пожалуйста, не разговаривай. Вот. И в любой ситуации ты всегда можешь использовать другие слова. Так вот, ребята, опять же, к чему я это говорю, таких ситуаций будет миллион. Они случаются со мной все равно регулярно, несмотря на то, что я живу в Америке, там уже больше, чем два с половиной года. И единственный выход из таких ситуаций, это вот то, что я сказала, использовать другие слова, какие-то более простые предложения, а не просто, знаете, вот застывать и повторять десять раз одно и то же. Потому что вот если как на тот момент я не знала, что такое стро, да, то от того, что она бы мне повторила это хоть сто двадцать пять раз, да, ну, я бы ее не поняла. Вот как-то так. Хотя, вот опять же, хочу рассказать. Сейчас у меня на работе есть проблема. И вот мне лично кажется, хотя уже, наверное, не кажется, я практически уверена в том, что периодически есть такая пара людей, которые меня, ну, немножечко надо мной вот таким образом иногда издеваются. Ну, по-другому не скажешь. В чем, и опять же, связано это с произношением. В чем заключается ситуация? Ну, вот как недавно была. У меня есть вторая работа, я парт-тайм, да, я подрабатываю по вечерам в ресторане в качестве официанта. И вот случилось это буквально на предыдущей неделе. Был такой, знаете, у нас массовый наплыв клиентов. И одновременно у меня три столика, у которых надо принять заказ, быстренько все в вазу вогнать, да, принести напитки, всех выслушать. Ну, в общем, все должно быть вовремя. А тут они, как назло, еще первый столик заказывают молочные коктейли. Ну, в нашем заведении молочные коктейли готовит тот же официант, который принял заказ. И у меня получается такая очень напряженная ситуация. То есть я взяла первый заказ, мне нужно, по идее, бежать ко второму столику, ну, как минимум, да, напитки, заказ на напитки принять, и что-то сказать третьему столику. А тут, блин, та-ра-ра, делай еще коктейли, что займет, ну, естественно, какое-то время молочное. Вот, и, значит, у нас есть бартендер, она видит, что я в такой запарке, и она говорит, Вика, тебе нужна помощь? Я говорю, да. Она, what do you need? Что тебе нужно? Я говорю, I need two milkshakes. То есть мне нужно два молочных коктейля. One for adult chocolate milkshake, another kid's strawberry milkshake. Ну, все понятно. Скажу сразу, я работаю с ними, да, не первый день, они, естественно, уже более-менее у них уфа адаптированная к моему вот такому суперанглийскому произношению. И, в принципе, ну, согласитесь, когда мы работаем, наше меню не меняется каждый день, и ты произносишь одни и те же слова, но так как ты их произносишь, то, естественно, ну, не понять это очень сложно. И вот здесь она, я понимаю, решила меня подначить. Она, что? Ну, представьте, я в такой запарке, у меня там тым из ушей, бегу там. Я говорю, one adult chocolate milkshake, говорю, another kid's strawberry milkshake. Она опять, что? И я понимаю, что она не понимает по поводу второго заказа, это для ребенка, стробери, господи, клубничный молочный коктейль, для ребенка. У меня, я чувствую, у меня начинает все закипать внутри. Я говорю очень медленно. Кстати, когда вот меня переспрашивают, я обязательно повторяю все то же самое, но более медленно и стараюсь произносить все четче, ну, и как можно лучше, насколько я это могу сказать по-английски. Я ей говорю очень медленно. Kids, strawberry milkshake. И после этого она опять говорит, что? Типа она меня не поняла. Ну, я чувствую, что у меня уже так вообще все. Я говорю, for child, ну, это для ребенка. И после этого она опять говорит, что? И вы знаете, я поняла, что вот она меня реально, ну, подначивает. Ну, по-другому не скажешь. Потому что, ну, послушать несколько раз одно и то же. Я уже другой фразой, да, заменила слова. Да, если вот меня не понимают после того, как я повторила все более медленно и с таким произношением, наилучшим, как я могу сказать, я обычно меняю слово, да, как-то use, да, заменяю. И вместо вот слова kid, о, смотрите, у нас рафтинг делают. Сейчас покажу. Вон они на лодке. Рукой машут. Да, я уже for child, понимаете? Блин, ну, это было вообще. Вот я считаю, реально издевательство. Вот реально подначка. И вы знаете, вот кто-то, может быть, послушал эту историю и сказал, Вика, тебе показалось. Так вот, я хочу сказать, вот ничего мне не показалось, потому что, когда такая ситуация происходит один раз, это показалось, да, в силу моего акцента. Произошла ситуация второй раз, да, ну, тоже какие-то рабочие моменты. Но когда ситуация с периодичностью все-таки повторяется, то ты понимаешь, что тебя в какие-то моменты человек тебе просто вот хочет, да, то, что здесь называется make for your hard time, то есть как-то тебе досадить, да, но если переводить вообще-то порно, то есть сделать тебе вот так тяжелое время, да. В общем, я не знаю, что делать на эту тему. Скорее всего, буду применять какой-нибудь приемчике психологического айкидо. Ну, в двух словах скажу, это заранее продуманные ответы, да, вот у меня были какие-то ситуации, я уже понимаю их тенденцию, и вот хорошо заранее приготовить какие-то ответы, когда ты человеку говоришь обратную фразу, и она нет, ни в коем случае там ничего оскорбительного, ничего такого, но ты ему отвечаешь доброжелательно, но такой фразы, которая у него, ну, отбивает желание тебя вот так вот подначивать каждый раз. И вот я уже, в принципе, более-менее такую фразу для себя придумала, и как вести себя в подобных ситуациях, которые, я ну, уже практически уверена будут повторяться, я уже для себя решила. Ну, посмотрим, насколько это сработает или нет. Вот, ну, конечно, с точки зрения, ну, американцев, это не доброжелательная позиция, вот так вот понимать и подначивать. Хочу сказать сразу еще, что у нас в ресторане, например, работает очень много мексиканцев, и у меня есть такие тоже тяжелые иногда моменты, да, когда мы не можем понять друг друга, но здесь ситуация, ну, коренным образом другая. Они, да, не оригинальные носители языка, выучившие его здесь там со своим акцентом. Я, естественно, выучила уже язык здесь со своим акцентом, и у нас проблемы иногда взаимопонимания, они вот имеют реальные причины и следствия. Ну, а здесь я считаю, что это вот целенаправленно спланированное такое действие. Просто she wants to make a hard time for me. Как-то так. Так, ну все, ребят, не буду затягивать видео, поделилась своей проблемой такой на работе. Посмотрим, как пойдет дальше, чем все закончится, подействуют ли мои методы, будет ли это повторяться регулярно, или, может быть, увидев мою реакцию в прошлый раз, на этом все и закончится, не знаю. Я, конечно, вас посвящу в курс дела. Да, и просто уже в завершение я хочу рассказать такую быстро смешную ситуацию. Опять же, она была связана с моим заказом в ресторане, то есть клиенты заказали еду. Я, значит, вбила этот тикет, билет, послала его на кухню. Значит, повара на кухне смотрят в этот тикет, да, что там, какой заказ, и готовят соответствующую еду. И вот, значит, у меня повар, шеф-повар показывает, типа, Вика, подойди, типа, тут вопрос по твоему заказу. Я же подбегаю. И он, и что-то, ну, вы знаете, уже детали не помню, но заказал клиент крылышки куриные, они у нас есть в разных соусах. Здесь это называется wings, и, соответственно, соус там терияки, или там еще какой-то. И он что-то начал спрашивать. А, или я там что-то сказала, клиент просит дополнительно крылышкам, там еще там моркови, селери и так далее. И он такой, что? Я говорю, wings. Он меня не понимает. Я уже медленно, wings, ну, то есть крылышки. И он такой, что? И у меня уже такое, знаете, чувство, у меня напряжение накатило. Тут, блин, столько дел, он меня еще не понимает. И я такая, wings, знаете, и так, типа, показываю с двух сторон, что я лечу. Боже, там все просто от смеха покатились, да. И вот это у нас теперь шутка, wings, и все так показывают, типа, крылышки, да. Ну, смешно было. Ну, мы, конечно, так доброжелательно посмеялись. Но это уже больше такая, знаете, была смешная история, вот реально основанная на разнице наших pronunciation, произношения. Как-то так. Ну, все, ребят, на этом действительно всем пока-пока. В следующих видео буду рассказывать другие смешные истории. Да, и не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok